Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Состоялось заключительное в этом году оперативное совещание администрации муниципалитета. Хочется думать о хорошем, хочется говорить добрые, теплые слова. Новое оборудование в амбулатории поселка Горки-Ленинские. Можно с ним выходить на дом, также снимать пленку. В самом аппарате вся база сохраняется. Самый большой открытый каток с искусственным льдом в муниципалитете открылся у здания школы номер 10. Лед ровный и нет никаких ямок. Все очень хорошо. Музыка играет. Во Дворце культуры города Видное состоялось заключительное в этом году оперативное совещание администрации Ленинского городского округа. В нем приняли участие глава муниципалитета Алексей Спасский, его заместители, начальники территориальных отделов, организаций и служб. Подробнее о мероприятии в сюжете Натальи Буслаевой. Оперативное совещание началось с юбилейного поздравления президента Видновского мотовольного клуба «Металлург» Валерия Нефантьева. Также глава округа Алексей Спасский и председатель Совета депутатов Станислав Радченко вручили благодарность уполномоченного по правам человека Российской Федерации Владиславу Рымше и диплом финалиста конкурса «Лучшая сельская детская школа искусств» Ирине Андрушко, директору «Развилковской ДШИ». Награды, конечно, стимулируют, тем более, что детская школа искусств поселка «Развилка» она вошла в этап своего развития. Совсем недавно мы переехали в новое здание, пока мы привыкали к нему, и вот буквально уже последние полтора-два года мы работаем в полном режиме. У нас много очень планов, у нас очень много интересных проектов, у нас отличный коллектив, очень талантливый. Далее была заслушана информация из единой диспетчерской службы. В настоящее время проходит тушение сложного пожара на 32-м километре в КАТ, в здании мотеля. О ситуации с коронавирусной инфекцией в округе доложила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновска районной клинической больницы Елена Зинатулина. За неделю выявили 67 случаев. Количество выздоровших увеличилось на 350 человек. На сегодняшний день на амбулаторном этапе у нас лечатся 4 415 человек с вирусным вниманием, 56 человек. Стационарность состоит 341, наши жители Лейского городского округа – 71. Елена Зинатулина отметила, что ситуация с COVID-19 в округе стабильная. Во многом этому способствует массовая вакцинация. От коронавируса на сегодняшний день привито порядка 85 тысяч жителей муниципалитета. Далее представители управляющих компаний рассказали о подготовке к зимнему периоду обслуживания многоквартирных домов. Все готовы, аварийно готовы. Создана с ДОП-бригада по устранению всех возможных аварийных ситуаций. 25 человек дворников, 4 единицы техники, дополнительно 2 подрядчика на вывоз тоже в график составлены, если потребуется, будем вывозить. Об основных вопросах, которые поднимались на заключительном в этом году заседании Совета депутатов и о работе на ближайший период, рассказал председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Завершаем год финальными уже встречами с жителями по итогам работы каждого депутата за прошедший период. Здесь хочу также поблагодарить и наши «Видновские вести» и «Газету» и «Видное ТВ» за поддержку в масс-миле. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский подвел итоги работы, проделанной администрацией муниципалитета и поздравил с наступающими праздниками. Хочется думать о хорошем, хочется говорить добрые, теплые слова и пусть у каждого новогодний праздник, по крайней мере, новогодний праздник пройдет, скажем так, радостно, тепло, уютно в семье или где вы как сами этого пожелаете. Если говорить о 10-дневных праздниках, каникулах, то все люди опытные, никого не хочется, не стращать, не пугать, не держать в каком-то тонусе, нужно в таком хорошем, может быть, слегка напряженном рабочем режиме пройти, чтобы было время и отдохнуть, но и в то же время, чтобы жители чувствовали себя максимально комфортно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Новогодним подарком для жителей горок Ленинских стало поступление необходимого оборудования в местную амбулаторию. Дефибриллятор и электрокардиограф – главные помощники в реанимации пациентов и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Мобильные устройства можно применять как в условиях стационара, так и на выездах. Какие новые возможности предлагает умная техника, узнала наш корреспондент Галина Житкова. Участковая медсестра Тамара Травкина в амбулатории горок Ленинских работает с 1985 года. Последние пять лет в зоне ее ответственности – снятие электрокардиограммы. Говорит, что новый аппарат для этого исследования кардинально отличается от старого. Нет пленки, которая иногда неправильно пишется, и какие-то сложности с бумагой были у нас. А теперь этот аппарат, он только передает всю информацию на электронную почту врачу, который описывает уже ЭКГ. 12-канальный электрокардиограф экспертного класса понятен и эффективен в работе. Для точности исследования умной машины контролируется даже правильность подключения электродов. Звуковые сигналы подскажут, если они закреплены неверно. А затем в течение 10 секунд аппарат уже снимет показания. Мы можем на ранних стадиях выявлять и инфаркты, на ранних стадиях выявлять и нарушение ритма, чтобы оперативно госпитализировать этих пациентов, чтобы не именно попадать в эти золотые, скажем, 3 часа, которые важны для пациента. Впереди большие новогодние каникулы. И, конечно, поступление оборудования в амбулаторию очень своевременно. В первую неделю января возможен наплыв пациентов, и аппарат ЭКГ будет востребован. У врачей даже существует понятие «синдром праздничного сердца», когда нарушение ритма возникает даже у тех, кто ранее не имел проблем. Можно с ним выходить на дом, также снимать пленку. В самом аппарате вся база сохраняется, полностью архив на каждого пациента. И можно уже не пользоваться бумагами, искать данные какие-либо. Все уже будет находиться в памяти и в личном кабинете у врача. Помимо ЭКГ теперь в амбулатории есть еще современный дефибриллятор. Полностью автоматизированная система сама подскажет, какие шаги необходимо сделать для реанимации пациента. А если поступит срочный вызов, то медицинский персонал готов быстро отреагировать и выехать на новый «Ладзиларгус». Автомобили были закуплены региональным министерством здравоохранения для мобильности врачей и медсестер лечебно-профилактических учреждений. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Очередной год подходит к концу. За это время народные избранники успели сделать немалое. Подводя итоги, депутат третьего избирательного округа Валерий Черников рассказал нашему корреспонденту, какие проекты удалось реализовать на вверенной ему территории поселков Новодрожжино и Боброво. Подробности в сюжете Юлия Пагасьян. К созданию этой зоны отдыха в поселке Новодрожжино местные жители шли больше трех лет. Территория давно нуждалась в подобном месте, ведь раньше массовые мероприятия приходилось проводить под окнами многоэтажек. Реализовать проект удалось за счет инициативного бюджетирования. Проект реализовали быстро, проголосовали на доброделе, сделали качественно. Можно посмотреть здесь зоны отдыха, не только зоны для занятия спортом. Мы надеемся, сейчас в следующем году нам администрация и депутаты помогут организовать дополнительно какие-то секции. И обязательно мы еще что хотим, далее благоустраивать эту территорию, потому что озеленить, например, грамотно, красиво. Теперь здесь есть сцена, трибуны, лавки, пешеходные дорожки, навесы для проведения различных спортивных и творческих мероприятий. Воплотить задумку жителей удалось благодаря активным действиям местного депутата Валерия Черникова, который за этот год выполнил не один наказ своих избирателей. Не хватало этого, все хорошо обустроено, красиво. Решается на веренной Валерию Черникову территории транспортный вопрос. Так, в этом году произошло расширение проезжей части на одном из участков Росоргуевского шоссе. В обе стороны по дополнительной полосе для поворота на Боброво. Также в рабочем поселке идет создание парковочного пространства. Благодаря, наверное, администрации Ленинского района и в том числе Валерию Николаевичу огромное спасибо, мы наконец-таки добились того, чтобы нам сделали парковочные карманы. Начиная от лесной улицы 18-го дома, 20-й, 22-й и 24-й. У нас сейчас в проекте и в планах убрать отсюда весь грузовой транспорт, рабочий транспорт Петровича, который не принадлежит совершенно к нашему району, и грузовики. Которые занимают сразу несколько парковочных мест, предназначенных для легковушек. Решением этого вопроса депутат Черников планирует заняться в следующем году. На этот же период совместно с Министерством транспорта Московской области и МОЗ Автодором запланировано создание пешеходного тротуара вдоль проезжей части, ведущей от Боброво до разворотного круга 18-го автобуса. Процесс начался, но он в этом году не завершился, его не смогли реализовать по причине того, что там зашли на территорию памяти культурного наследия, нужно пройти согласование для получения порубочного билета. Также тротуар в следующем году появится вдоль недавно созданной дороги по улице Лесная. Деньги в бюджет на это уже заложены. А пока здесь установили столбы освещения, что значительно облегчит движение автомобилистов. Очень признательно всем и большое благодарность с моей стороны. Большая работа идет по ликвидации очередей в дошкольные учреждения. До конца года планируется запустить два мини-детских сада. За год я вижу действительно большую положительную динамику, я вижу развитие у нашего ЖК, оно не стоит на месте. Те проблемы, которые были 4 года назад, 5 лет назад, 16-й год, когда ЖК начал формироваться, и то состояние, которое сейчас, очень большое, колоссальное улучшение. Высокая потребность жителей стремительно растущих микрорайонов была в создании многофункционального центра. Буквально месяц назад и этот наказ был выполнен. В поселке Лопатина открылся большой офис моей документы. Юлия Погасян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Самый большой открытый каток с искусственным льдом в муниципалитете открылся в 6-м микрорайоне Видного у здания школы номер 10. Холодильное оборудование позволит ему работать аж до конца марта. Оценила лед и наша съемочная группа. Изначально каток с искусственным льдом и холодильным оборудованием планировалось возвести у кинотеатра «Искра», но после расчетов стало понятно. Места на Советской улице не хватает. Тогда было решено обустроить его в 6-м микрорайоне на улице Завидной возле 10-й школы. К монтажу приступили в начале декабря. Сегодня уже все позади, каток сформирован, база проката открыта, оформление сделано, все там подготовлено. И начиная с 25-го числа они работают в тестовом режиме. Ровный чистый лед, профессиональное освещение, звуковое оборудование, теплая раздевалка с прокатом необходимого оборудования. Павильон с горячими напитками и едой. В скором времени обещают установить биотуалеты. Спросят шкафчики, спросят пингвинчиков помогательные, то есть помощник фигуриста. Это все будет, заточку просят часто. Все будет, но ближе к открытию, к пятому часу. К пятому часу у нас уже будет весь ассортимент. Ну и да, будем уже работать по всю силу. Местные детвори теперь есть чем заняться. Многие приходят сюда каждый день. Вообще замечательный. Нравится очень хорошо. Чем нравится? Ну, лед ровный и нет никаких ямок. Все очень хорошо. Музыка играет. Очень много народу сюда приходит. Здесь нету ямок. Тут мало снега. Там, где я раньше катался, то есть очень много ям было. Можно было легко упасть. А вот видновчанка Юлия Бахман впервые пришла на каток вместе с тремя детьми – Пашей, Максимом и Юстиной. Очень комфортно и удобно. Интересно. Даже есть вот для малышей коньки. 28 размер. Это здорово. Я думаю, мне очень понравится. И буду моего Максима учить. Да? Да. Но я уже там научился. Просто я первый раз катаюсь здесь. Каток работает с 10 часов утра до 10 вечера. Шесть сеансов катания по полтора часа чередуются с техническими перерывами. У нас работает бригада. Она заливает и чистит лед каждые полтора часа. Сеанс закончился. Выезжает машина, чистит, убирает лед, снег, отшаем. Официальное открытие катка запланировано на начало января. Алексей Петрович Спасский дал нам добро на проработку вопросов по организации ледового шоу Ильи Авербуха. Это Татьяна Навк. Один из первых дней января. Это будет или один, или два сеанса. Но в любом случае информация появится как на сайте администрации, как на телевидении. И самое главное – каток абсолютно бесплатный. Если у вас нет собственных коньков и защиты – не беда. Все необходимое можно взять в аренду тут же на весь сеанс. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Заметным событием культурной жизни Москвы стала декабрьская премьера мюзикла «Онегин». Новость об этом стала одной из центральных на многих федеральных каналах. Одну из главных ролей в мюзикле исполнила бывшая воспитанница детской школы искусств поселка Горки-Ленинские Софико Кордава. С ней самой и ее преподавателем встретился наш корреспондент Максим Козлов. Людмила Алексеевна Бойко 40 лет преподает вокал в детской школе искусств поселка Горки-Ленинские. За это время она воспитала плеяду певцов, которые сегодня выступают на лучших театральных площадках страны. Заразить желанием петь, как признается сам педагог, это у нее получается лучше всего. 40 лет, вы знаете, это не так просто, но я совершенно не жалею. Потому что выросло очень много талантливых ребят, которые потом выбрали в своей профессии музыку. Одна из воспитанниц Людмилы Алексеевны, Софико Кордава, хоть и живет в поселке Горки-Ленинские, сейчас к преподавателю заходит редко. Много времени уходит на репетиции и концерты. В декабре на сцене Московского театра на Таганке прошла премьера мюзикла «Онегин», где Софико играет одну из главных ролей. Это канадский мюзикл. Изначально написан он канадскими авторами Эмель Гледстоун и Веда Хилли. Он больше, наверное, все-таки основан не столько на романе в стихах Александра Сергеевича Пушкина, сколько на опере Чайковского. Смелая и, как отметила сама актриса, несколько хулиганская постановка получила самую высокую оценку критиков и зрителей. Среди тех, кто аплодировал Софико и ее коллегам, была и Людмила Алексеевна Бойко. И, глядя на сцену, она вспоминала первые несмелые шаги маленькой Сони Кордавы к большой славе. Я, когда сидела на премьере спектакля «Онегин», то первое, что я вспомнила, как мне бабушка привела Соню в класс для прослушивания. Это было 1 сентября, у меня как раз был урок, и она вошла такая замечательная, совершенно вся воздушная, вся такая пушистая, вся в бантиках, накрахмаленная и с прекрасным слухом и замечательным голосочком. Сценическая задача перед Софико стояла нелегкая. В мюзикле она исполнила роль Татьяны Лариной. С одной стороны, режиссер несколько осовременил образ, знакомый всем с детства. С другой, актрисе необходимо было сохранить трогательность и наивность героини. Справиться с задачей помогли и коллеги, и навыки, приобретенные во время учебы в ГИТИСе. Я выхожу на сцену, и когда мы с партнером работаем, я получаю неимоверное удовольствие от этого. Вот честно, то есть это такой порыв, как будто находишься в каком-то другом пространстве, и вот ты здесь и сейчас делаешь то, что ты любишь, и от этого кайфуешь. Пожелаем Софико дальнейших творческих свершений, а нам остается только порадоваться, что в учебных заведениях Ленинского округа трудится немало опытных педагогов, способных раскрыть талант ребенка и тем самым определить его судьбу. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Видное ТВ На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.